приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня у нас 26 ноябра 2020 год находимся мы на юге беларуси гомельская между гомельской и брызгской областями у нас сегодня тепло пчелы он летает некоторых ульях видно сейчас два часа дня уже зима теплая все зимы то не было минус 1 минус один пару дней заморозки ночи были еще пчелы особо не утеплял под крышами то что подушки так вот лежат самху не утеплял чтобы расплод не растили все равно ростит это где-то за водой сейчас летает пасека небольшая у меня особо не суюсь хотел вам показать хурму россиянку который мне прислали магазина декор на замену плохого материала что летом пришел в августе месяце в августе кажется прислали вот месяц назад я посадил эту хурму замену прислали было с листиками такие вот почки видны небольшие посадил я ее глубоко не садил по подвой под попривой не садил то что и так я закопал где-то на штык лопаты в землю даже глубже а там у нас земля у нас тут новозная черная то снизу уже получается песок сразу начинается чуть больше штыка лопаты и огород низкий на болоте на болоте не у нас то получается посадил самые высшие точки огорода сюда кульям тут у меня повыше место как дома там совсем уже получается что вниз который постоянно засыпаю на воду разник с ребенкой до тела получается сюда самое высшее место у нас то я решил посадить здесь хурму закопаю больше штыка лопаты в глубину до песка а вверх получается уже не закопаны как положено по прорву этот ну думаю насыпать горько и вокруг так и закрыть все таки как положено и что рассказать изначально садил эту хурму когда пришла то корни вроде бы живые хорошие но сильно сильно мелкие такие как мог я их короче распушил чтобы они стаканчики сбитые были распушили чтобы разложить так ямки под низом был там центральный корень мне один там пару корней центральных преломанные малости на концах такие черные видно подгонившие то что с плесенью на им ничего не делал так и закопал посмотрим проживется это хурма не проживется на зиму крылья вот видите забью так по кругу колесиновые и пленка 0 8 идет в один слой второй слой третий слой и четвертый слой обмотал так вокруг хорошенько все это дело это я потом спилю эти вот концы что торчат пилю и сейчас сверху мешком белым закрыл чтобы воздух не потело и и не мне обмерзала так как последняя года у нас зим тут не было толком у нас такая местная что люди мы почти снимаем бывало что замерзал лед и через дня три четыре пять позже дождь ждет размер за это и снег раньше было даже тогда уже десять назад насыпала выше колен снега сантиметру под 50 наверно хорошенько так пошел дождь три четыре дня квадрат зимой это в январе феврале месяц и этот снег смыло просто потом опять через неделю навалило снега уже прихватила уже тут немного больше продержался наверно недели три так около месяца покуда его опять дождь смыл такая у нас тут местность получается это припетская низменность это болота вокруг то получается что тут климат своеобразный так что хурму я такой не закапал глубоко мало что гонтовый вот тут близко получается то еще и навозный грунт песок снизу бессмысленно туда в песок загонять я лучше потом от сверху обсыплю все это дело буром таким вокруг место позволял мне вот получается такой вот низинка идет сюда чуть выше а тут обсыплю таким буром там поливать летом лисе она он скинула видно под ее лежать под этой хурмой почки конечно такие некрупные мелкие какие-то ну и корни мне то не очень понравились побачим как она проживется перезимуя а можно и не перезимуя посмотрим я съезжу в лесу привезу лесного торфа это с под деревьев нашел на место там хороший торф видно пожар раньше будут он золой такой видно перегоревшие местами садевянное тот торф лимон и хорошо растут все хорошо но им расти что такие торф хороших просто брал я раньше тут нас рядом возле дома то получается что не очень торф вот видно отломал самый-самый кончик вверх а зелененький не подсыхает хорошо потом я вот так пилюла говорит вот полуски или под уровень 1 выравнили пленка это подвернется сюда наверх привет подверну пленку и сюда мешок даже с это можно положить льняной из ткани и но особо утеплять не буду даже в 10 градусов мороза пленка у 5 слоев это если снизу чуть-чуть присыплюсь и торфом то особо тут не проморозится то что от радом тепличка стоит так вы бачили в начале ролика там меня это сейчас получается уже трцы немного по порвались то что пленка тонкая 08 было то порвались а так все годы зимой там постоянно росла у нас мокрится трава хороша зимой но это мне тут компостная куша навалена музы гнилые как трава посваливала это листья тут по загрыбал розы обрезали обрезаны все это укушает на верну потом еще выровняю тут закидаю и накрыть пленкой чтобы него перегнивала на уже третий год это кучка лежит уже это мой хороший перегрев по мере добавлять потом уже на огород перекопки ну а саму эту хурму обсыпал я вот малости листья по кругу снизу обсыпал сбоку глядем уже тут промерзать сильно внутри как я сказал я жду в лес торфа еще привезу насыпну и укрыли покуда что морозов не передают где-то неделю еще дней десять так до минус двух но это не мороза все это делая малость подтеплю посмотрим как перезиму я это хурма россиянка у нас от магазина бекер было заказывала с весны прислали мне покуда так в августе сухую а это замена ну замена более-менее даже с листками было так что посмотрим когда перезиму и проживется с чая листья наложу сюда все посыплю более чтоб снизу было хорошо закрыта корневая но и будем уже весны ждать осталось уже декабрь январь февраль три месяца посмотрим я пошел и перезимует конечно не хорошо что они сейчас летают за водой не во всех ульях вот он то точно летает 1000 ваших полету их был по замерзшие лежат на летку особо то тепло так чтоб больше 5 градусов сейчас в одном улье в этом вот фиолетовым наблюдается лед ладно буду наверное заканчивать пойду что привезу листов больше вокруг нашу хурму опилю эти вот калки и все ладно всем удачи